Маленькая хитрость. Когда брать шаркоска, не нужно пытаться водой выстрелить потом, чтобы вот так вот скотч отрывать малярный. Когда краска высыхает, скотч отрывает, если она полидезиновая, она цепляется и вот так вот рвет. И вот в этих краях получается рваная краска. Сейчас вот она только что подрела, и сразу нужно снимать, в порядок скотч. Снизу начнем. Вот, видите, я на краску с того не тащу, а если высохла, то на краску уже в момент цепануло. Это все не из толка придумано, это все на моем опыте. У меня уже такое было, и повторяться больше я не хочу. Даже если оставить миллиметр малярного скотча не к откосу, прям вплотную вклеете, а миллиметр-два ставите на огне, то все равно, когда открываешь, этот миллиметр-два прокрасит на окошке, если оно отрывается, то оно нарвется. Вот, покажи. Тут чуть-чуть живой краска столкнет. Вот, ничего не отрывалось. А дальше просто, это первый слой нужно уклеить, а дальше, если нужен там второй слой, можно уже аккуратненько просто ванком не доводить и проклеить. Ну, это не проклеить, а покрасить. Вот так же здесь. Вот снимаем. Миллиметр, где-то не доводили, да, до откоса, чтобы маленькое окно прокрасить. Отличительно приснимается. Если второй слой не нужно будет, третий, второй, там, любой. Я просто не буду доводить до окна. Да, потому что я ржирной кисточкой прокладывал. Протягиваем на полосу. Кстати, вот посмотрите, разница, что валик красит, шагрей. И что акулилизатор. Вот, шагрей, вот она. Она есть. Маленькие. Это валик, так работает. А сейчас сними потолок. Потолок покажи. Акулилизатор. Еще маленькие хитрости в покраске откосов. Вот, например, здесь вот были черные пятна. Ну, как, из-за того, что шпаклевка здесь тоньше, легла тут толще. Вот я их предварительно валиком прошелся. И это все подсохнет. Ну, были, типа, вот этих пятен. Но есть еще маленькие. И еще, когда малярный скотч сюда клеим, кисточкой прокладываем вот столько. Там уж все равно валиком катай-катай. А ты там не прокатаешь идеально. Вот. Ну, и также здесь вот. Вот сюда валиком, потому что упираешься, дверь открываешь. То есть окно открываешь, но все равно тут упираешься. Вот списочек промазываем. Там промазываем. А по всему главному. Сейчас покажу, как я теряпы скрываю. Вот, например, черное пятно, видите. Вот тут шпаклевка ушкурилась. Беру валик. Сначала кисточкой проходился. Теперь валиком. Вот так вот. Оп-оп-оп-оп-оп. Для чего это нужно? Да у вас просто меньше слоев уйдет на краску и все. У вас, например, все будет идеально. А в этом месте будет темное пятно. И из-за него еще раз надо прокрашивать. Опа. Сейчас. все. Дальше я там кисточкой сейчас махну с угла. Ну, здесь, например, вот она черненькая. Я уже кисточкой проходил. Вот так вот валиком прошелся. Ну, вот и все. Ну, еще есть маленькая хитрость. Ну, так как это не хитрость? Можно шпаклевкой это все сделать. Вот тут, если вы не нашпаклевали маленькие дырочки, киспросветы, в итоге это окрая швовым герметиком можно проходить. И все. Вот они, например, в углу герметик. Видите? Вот. Что-то никаких дырочек не было. А так, если можно, шпаклевкой так же. Еще раз так. Тык-тык-тык-тык. Прошелся. Ну, как хотите. Можно так, можно так. Как красить, я показывать не буду. Швальком все могут работать. Сумеют. Даже у кого руки не с того места растут. А вот хитрости, маленькие тонкости можно показать. Вот, кстати, здесь вот подоконка. Это уже так хозяин квартиры дома захотел. Тоже. Тут все штукатурили, шпаклевали. Здесь вот будет подоконка под покраску. Ну, так ему захотелось. Хотя мы говорили, давай пластик. А тут штукатурина нет. Хочу так. Ну, вот. Какой косяк из них. Вот, например, год он тут был. Год назад мы это сделали. Там. И птичка какая-то залетела в дом. Дом не жилой. Вздоховод там. Пробка улицы. Птичка залетела. Вот нагадила здесь. Здесь же все было идеально. Вот такие маленькие черные бедна. Шкурили, шкурили, шкурили перстовку. Это если только шпателем выковыривать всю полную шпаклевку. Вот такой чай. И опять шпаклевываться. Ну, я лучше краской еще раз пройдусь. Ну, так вот. Так и в будущем. Любую ерунду сюда поставил пятно. Ты его уже толком нет моешь. Если на пластике даже чай пролил, где-то забыл его протереть, он въелся. И потом надо химией жестко оттирать. Ну, это как вот. Например, домохозяйки, они сразу поймут. Потому что я видел, как у меня матушка все и трет. И сам, бывает, оттираю. А здесь вот, если удобно. Если изгадил, это опять нужно красить его. В общем, так не делайте. Да, это красиво будет. Но непрактично. Если только пылинки сдувать, цветы не ставить. Просто, что я на несколько повесил, все. И плюс костяк, когда будет конденсатор. Будет мокнуть. Ну, просто надо топить сильнее. И ничего мокнуть не будет. Вот. Ну, все. Пока. До следующего видеоролика. Не забывайте подписываться на мой канал. Если вам понравился. Ставьте вот такие лайки. Ставьте вот такая погода в Кузнецовке. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.